Риск с угрозой для жизни. В Италии спасена лодка с мигрантами. Лайки из суда. В социальных сетях судебные приставы начинают отлавливать должников. Итальянская береговая охрана спасла мигрантов. Лодка с беженцами терпела бедствие недалеко от греческого острова Самос. На борту находились 51 человек, из них 10 женщин, 12 детей, в том числе грудных младенцев. Спасатели эвакуировали из переполненной лодки. Их и доставили на остров. Операцию пришлось проводить в несколько этапов. Первыми, с терпящей крушения лодки, забрали женщин и детей. Патрулям береговой охраны в Средиземном море практически ежедневно приходится спасать мигрантов, которые бегут с Ближнего Востока и из Африки. Вернуть историю и наказание. Дать за разрушение древностей обещают ЮНЕСКО. Гробницы суфийских святых, находившиеся в пустынном городе Тимбукту в центре Мали, были разрушены в июле 2012 года. Это совершили боевики радикальной исламистской группировки «Ансар Ан-Дин», связанной с Аль-Каидой. Спустя несколько лет в Международном уголовном суде начинается первый процесс по делу об уничтожении культурных древностей. По словам председателя ЮНЕСКО, подобный суд станет однозначным показателем того, что никто не избежит правосудия. Конечно, мы понимаем, что это одно дело, один человек. Сегодня мы видим слишком много фронтов в Мали, Ливии, Йемене, Афганистане, Ираке, Сирии и так далее. Слишком много фронтов, где ведется массовое уничтожение древностей. Салафистская группировка «Ансар Ан-Дин» стремится создать шариатское государство по всей территории Мали, а также в соседних странах. Все остальные направления ислама, а также другие религии она считает еретическими. В ее состав входят боевики из Мали, Алжира и Нигерии. Это пока первый случай судебного процесса, где выдвинуты обвинения в разрушении культурного наследия человечества. При этом Международный уголовный суд не имеет волномочий расследовать преступления ИГИЛ по уничтожению древности в Сирии и Ираке. Страны не являются участниками МУС. Какие-либо действия суд может предпринимать, только если соответствующий мандат будет получен от Совета безопасности ООН. Судебные приставы разыскивают должников с помощью интернета. Тех, кто вовремя не погасил кредит, ссылаясь на отсутствие денег, и при этом продолжает хвастаться дорогими покупками в интернете, ловят прямо в социальных сетях. Поведение таких не плательщиков психологи объясняют детскими комплексами. Проводя мониторинг одной из торговых площадок автомобилями, пристав установил автомобиль, на фоне которого должник сам тоже находится. И по визуальным признакам было установлено место, где стоянка в автомобиле находится. Была информация передана приставу исполнителю, который выехал на место и произвел арест автотранспорта. Такой способ розыска имущества должников в интернете лишь один из множества в арсенале службы судебных приставов. Свои клиенты инспекторы находят в ходе совместных рейдов с ГАИ по номерам автомобилей и просто по адресам проживания. Приставы напоминают, наказание неотвратимо. Дешевле заплатить сразу по долгам, чем доводить дело до суда и ареста имущества. В Петербурге в минувшие выходные удивить удалось даже самого искушенного зрителя. В мюзикл «Мастер Маргарита», который больше года назад стал настоящей сенсацией, по сей день продолжают добавлять новые штрихи. На сей раз в нетленном произведении Булгакова появилось место тонкой поэзии Цветаевой. На премьере побывала наша съемочная группа и Инесса Буланкова. Эту площадку сегодня называют одной из лучших в городе. Театр мюзик-холла на протяжении многих десятилетий широко открывает двери всем любителям и ценителям высокого и прекрасного. Однако одним из самых ярких по-прежнему считают музыкальную постановку булгаковского романа «Мастер Маргарита». На счету этого мюзикла уже свыше 120 спектаклей. Однако, как и в первую премьеру, в зале нет пустого места. Для этого мюзикла были созданы более 60 декораций, сшиты более 600 костюмов, невероятная работа со звуком и светом, и каждый герой продуман и проработан до мелочей. Когда мы делали эту роль, я тоже не то что там не с бухты-барахты, я ходил, общался с батюшкой, с настоятелем, просил разрешения, ну то есть старался максимально тоже ответственно к этому относитесь. И сейчас тоже я не пью, не курю и как-то стараюсь ввести подобающий образ жизни, неся, естественно, докурить где-то в курилке сигарету и пойти работать Иисуса. Естественно, нужно понимать, что ты делаешь, и нести ответственность за каждое свое слово, сказанное от этого персонажа. Освежить свой персонаж и внести в спектакль новый акцент удалось и актрисе Анастасии Макеевой. С ее легкой руки в булгаковском сюжете появились поэтические строки Марины Цветаевой. По классике жанра гениальная идея пришла совершенно неожиданно. Я, сидя в пробке, читала стихи Цветаевой, и вдруг, прочитав стихотворение «Ночь», я почувствовала очень похожий ритм, ритм, который внутри меня. Я взяла и думаю, ой, как похоже, как интересно, и как похожи образы. И прям это про эту женщину. Вот прям вот такое ощущение, что Цветаева стала вот этой женщиной, которая испытывала примерно то же самое, что испытывала героиня у булгакова. И я начала петь, и все так легло идеально. Вот до безумия идеально. Насколько удачной стала эта литературная встреча гениальных авторов, покажет время. Однако уже сегодня понятно, что такой живой спектакль еще не единожды удивит своего зрителя, разомкнув круг для новых экспериментов. Друзья, помните, что я вам снюсь. Инесса Буланкова, Алексей Рожнов, Новости ТБН. Необычную одежду создает якутский модельер. Сама она называет свои наряды «обереги». Они в руках мастера превращаются в настоящее произведение искусства. Женщина занимается дизайном одежды уже несколько десятилетий. И ее имя все громче звучит на международной модной арене. Материалы для работы – богатые ткани, мех, бисер, слоновая кость, береста, конский волос. Новгустина стремится, чтобы ее наряды с удовольствием надевали современные девушки. В собственной уникальной манере. Работает с цветом и кроем, и в то же время придерживается традиции. Важное значение придает цветам. Они символизируют времена года. Сегодня не только первый день весны, но и Всемирный день кошек. Но британские ветеринары обратили внимание совсем не на семейство кошачьих, а посадили на строгую диету растолстевшего ежа. Он страдает от лишнего веса, и бывший хозяин откормил питомца до размеров футбольного мяча. Теперь еж по кличке Хагзила весит в три раза больше своих сородичей и даже не способен свернуться в клубок. Чтобы вернуться к прежним размерам, к колючему Хагзиле придется попотеть. Его кормушку специально разместили подальше от жилища. Мало того, теперь кормить зверька будут лишь раз в день и только диетическим кормом. К лету ежик должен скинуть две трети своего нынешнего веса.